Как начать свое дело и какие бывают тонкости в налогообложении? Центр развития бизнеса завершил первый в этом году тренинг «Азбука предпринимателя» по различным программам обучения. Весь курсом он длится 5 дней. Потенциальные начинающие предприниматели самостоятельно разрабатывали бизнес-планы и определяли его коммерческую эффективность. С теми, кто решил рискнуть, чтобы реализовать свою мечту, познакомилась Александра Литкова. Мария Погодаева – одна из 15 участников, получивших сертификат о прохождении обучения в Центре развития бизнеса. В этом году девушка планирует открыть первую в регионе студию 3D-печати. Как признается Мария, экономического образования у нее нет. Участие в тренинге «Азбука предпринимателя» помогло начинающей бизнес-леди не только научиться правильно рассчитывать доходы и расходы, но и в целом понять, стоит ли открывать свое дело. «Мы стараемся шагать в ногу со временем. Сейчас это одна из самых актуальных тем, так как 3D-печать подразумевает печать любых изделий, любых материалов. То есть вы можете, не знаю, могу вашу фигурку напечатать. Это достаточно интересно и для детей, и для взрослых, и в большинстве сфер нашей жизни используется в медицине, в строительстве, в архитектуре, в быту». Основная цель тренинга – дать более полное представление о возможностях построения собственного дела. Участникам помогли определиться с выбором организационно-правовой формы ведения бизнеса и системы налогообложения, а также рассказали о вариантах его продвижения. Этих знаний и не хватало предпринимателю из Красного Кристине Дайбарей. Полгода назад она открыла в поселке свою парикмахерскую. «Например, как правильно ввести отчетность, какое лучшее налогообложение выбрать, например, как ввести оплату труда». Как считает бизнес-тренер Виктор Чуклин, один из плюсов участия в тренинге – это общение начинающих предпринимателей с более опытными коллегами. «Участники разрабатывают, прорабатывают свои бизнес-идеи, составляют бизнес-план. Идеи разнообразные, каждый работает над своей идеей, и посыл такой, что люди уже начали работать над своим будущим бизнесом. То есть, начиная от составления маркетингового плана, каких-то этих расчетов проведения финансового плана, люди работают так, чтобы потом уже, используя полученные знания и наработанные материалы, уже продолжить свой бизнес. После пятидневного курса обучения всем участникам вручили сертификаты об участии в тренинге. В будущем его наличие поможет в получении окружного гранта на развитие своего дела. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».